Пользуясь только линейкой, на клетчатой бумаге от данной точки отложите отрезок равный данным. Мне кажется, что это настолько просто, что даже не интересно. А точка где располагается? Даны некоторые два конкретных узла бумаги. И там еще какой-нибудь узел. Каким способом нарисовать отрезок равный и параллельный этому? Что нужно сделать? Надо вступить по диагонали, как клетчатой. Надо понять, что здесь что? Две клетки. Одна почему? Одна, а здесь две. То есть надо здесь идти один, а здесь два. Так, господа, согласны или нет? Да. Отлично, отлично, спасибо. Да нет, тряпка тоже есть. Ну что? Вот она. Мы же... Так. Слушайте, мы это самое. Мы сейчас неправы. Мы всех ограбили. Вы же сами говорили, что тряпка много. Нет, я не просил все. То есть это все, да? То есть это все, да? Так, а в соседней аудитории остался тряпка? Нет. Так, Коль, с бегом вернусь со всеми аудиториями. А я не знаю, в какой аудитории. Ты знаешь. Вот в П-4. В П-4, да, верни, верни тряпку. В П-4 люди были. В П-4 люди были. Как мы? У меня вообще камера. Можно я? Я знаю, я... Теперь к нам любить будут. Так, верни туда, где нет тряпки, хорошо? Потому что нет, неправильно, ребят. Дело в том, что... Еще... Ребят, дело в том, что тряпка, это вещь-то, со мной, со мной, простая. А с другой стороны, если все тряпки в здании собрать во многих местах, то как бы у меня будет неправильно. Есть отрезок, то у него есть вот эта величина, называется абсцисс. И есть вот эта величина, называется ординация. Соответственно, вот этот вектор записывается там. Вектор с координатами 1, 2. Это очень... Кстати, числа вообще-то не обязательно целы. Если точки в узлах тряпки, то точки в узлах будут целы. А если не в узлах, то не целы. Важно понимать, у любого вектора есть две координаты. Абсцисса и ордината. Соответственно, есть вот это число 1, задает сдвиг вдоль оси абсцисс. И вот это число задает сдвиг вдоль оси ордината. Хорошо? Это по поводу того, что от любой точки можно отложить вектора. Все ли понимают, что вот эта фигура в таком случае будет полилограммом? Полилограмм. Отлично. Постройте прямую, не параллельно, а перпендикулярно. Давайте я нарисую сейчас клетчатую бумагу вам с большим количеством. Это очень важная, очень интересная задача. Что такое наклонная прямая наклеечная бумага? Между прочим, здесь очень часто у учителя делают чудовищную вещь. А именно в младших классах для простоты приучают школьников, что не бывает никаких линий, кроме вертикальной и горизонтальной. В общем, забейте, любой нормальный человек вообще-то еще до школы понимает, что есть не только вертикаль и горизонталь, а бывает еще и под разными углами. Но, тем не менее, если упорно много-много-много-много делать задач, и все время бывает только вертикаль и горизонталь, рано или поздно привыкают. Или еще бывает так интересно, когда начинают изучать геометрию, школьник решает задачи, там бывают углы 45, 30, 60, 45, 45, 45, 90, 45, 30, 60. И он привыкает, что других углов вообще нет. После этого слышит какой-нибудь там пыл, угол, не знаю, там, 24,63 градуса. А что, такие углы бывают? Нет, ребята, понимаете, бывают любые углы, да? Направление вовсе не обязательно горизонтально-вертикально. Итак, возьмем какое-нибудь направление. Например, точка, раз, два, три, четыре, например, семь. Я специально беру более-менее произвольное число. Итак, здесь откладываю семь клеточек, ну, а здесь отложу, ну, не знаю, две клеточки, например. Хотя мог бы любое количество. Итак, вот у меня есть точка А, точка В. Задача. Проведите прямую, ну, например, вот из этой точки. Вот эту вот точку, обозначим С. Под 90 градусов к прямой АВ. Опустите перпендикулярно. Да? Прямая АВ – это вектор с абсциссом 7 и ординатой 2. 7, 2. Это правда. Только не прямая, а вектор АВ, вот так как записывается, имеет координаты 7, 2. Это правда, да? Надо из точки С провести вектор с координатами 2, 7. То есть вы меняете… 2, 7? Да. Ну, я проведу, конечно, но ничего хорошего. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что-то, что-то я не вижу. Вот это прямая, и это явно не перпендикулярно. Минус 2, 7. Вы что-то берегулировали. Минус 2, 7. Что? Минус 2, 7. А вот минус 2, 7 – это правильно. Ребята, здесь очень важно не буду одинаково. Вам нужно было не в эту сторону отложить две клетчатки, а в эту. Тогда действительно получится правильный ответ. Так, я попытаюсь сейчас… Так, господа, пожалуйста, у себя в тетрадях сделайте эксперимент с другими числами. Я вас очень прошу. Прямо на клетчатой бумаге… Итак, я неправильную линию стираю. Прямо на клетчатой бумаге, будьте добры, отложить вектор… Давайте вот эту точку я обозначу D. Вектор CD отложить по следующему окру. Правильно. Минус 2, а здесь 7. Сейчас важно, чтобы вы поняли, почему действительно вот все так обстоит. Почему эти два вектора… Давайте я его пожирнее выделю. Вот этот вектор CD и вектор AB, почему они перпендикулярны? Заметьте, от чисел 7 и 2 здесь ничего не зависело. На самом деле это общее правило. Очень простое, но важное. Да? Повернули и отразили. Что такое повернули? Не понимаю. Повернули куда, отразили, относительно чего? AB мы повернули на 90 градусов и получилось… А, AB повернули на 90 градусов. Слушайте, это хорошая идея. Единственное, я чуть-чуть не рассчитал, поэтому у меня сейчас это красиво не получится. А у себя в тетрадях, пожалуйста, сумейте это нарисовать красиво. Вы действительно правы, господа. Смотрите, что можно сделать. Можно взять и вот такой треугольник повернуть. Хотите, относительно точки B. Хотите, относительно точки A. Хотите, по часовой стрелке. Хотите, против часовой стрелки. Ну, давайте, у меня на картинке на самом деле проще всего, наверное, сделать так. Проще всего представить, что будет, если я поворачиваю против часовой стрелки. Значит, смотри, что тогда будет. У меня вот этот вот отрезок. Сосыич, лучше в другую сторону. Что? Лучше в другую сторону, тогда я не совпаду. Можно в другую. Просто, ребят, это вопрос кузов, умеется. Я сейчас попытаюсь нарисовать. Значит, не так. Вот у меня этот самый повернутый треугольник. У меня вот этот вот повернутый треугольник. Он вот такой. То есть, здесь надо в высоту 7 клеток и налево отложить 2 клетки. Давайте я попытаюсь нарисовать эту картинку в общем виде. Наверное, тогда будет понятнее. То есть, господа, всегда, когда у вас есть какой-то треугольник с вершинами А и В, вот этот заштрихованный треугольник, можно сделать следующую штуку. Отложить вверх и налево. Вот эти вот отрезки равны. Эти отрезки равны. Вот так. Боюсь, все равно еще не все понимают, о чем здесь разговор. Для таких людей я еще раз нарисую картинку. Пожалуйста, квадрат размером 9 на 9. 9 клеток на 9 клеток. И сейчас я эти самые клеточки нарисую и покажу вам, где А, В и где повернутый треугольник. Надеюсь, тогда все станет совсем понятно. Так, вот он, квадрат 9 на 9. Кстати, откуда взялось число 9, те понимают? Откуда? 7 плюс 2, конечно. Так вот, ребята, мне надо, чтобы вот это вот хозяйство понятно уложилось бы в квадрате 9 на 9. Здесь у меня 7 плюс 2. Значит, точка А, господа, будет вот здесь. Будьте добры, ведь поставить точку А. У нее координаты 2, 0. Всем понятно, что я сейчас откладываю 7 клеток и поднимаюсь на 2. Это будет точка В. Понятно? Вот он, тот самый наклонный отрезок А, В. Вот он, тот самый заштрихованный треугольник. Отлично. А теперь, что нужно сделать, чтобы картинка стала интуитивно абсолютно понятной? А вот это нужно сделать, ребята. Надо такой же треугольник отложить здесь, и надо такой же треугольник отложить еще в двух местах. А именно здесь и вот здесь. Как называется вот эта фигура, которая возникла? Параллелограмм. А? Параллелограмм. Параллелограмм, это правда. А еще? Да. Квадрат. Квадрат, конечно. Квадрат, как называется. Да, вот этот отрезок, это гипотенуза, это треугольник. Это просто взгляды какими и доказательствами тупого. Конечно. Конечно, потому что эта картинка настолько важна, что она возникает действительно очень часто. Пожалуйста, фиксируем. Вот этот треугольник при повороте вокруг точки А против часовой стрелки переходит, единственное, он переходит, конечно, не в этот, а он переходит вот в такой. Не знаю, понятно ли я? Понятно. Вот в такую половинку. Так, давайте я нарисую стрелочку. Значит, итак, вот при повороте переходит сюда, наклонная в наклонную, а горизонталь при повороте переходит в вертикаль. Горизонталь в вертикаль. Соответственно, вот этот треугольник переходит сюда. И этот отрезок повернулся, получилось 90 градусов. Ну, я не знаю, как это понять и объяснять. Мне кажется, что уже все понятно. Теперь еще терминология. Ребята, когда делишь вот это вот число 2 на число 7, то это число настолько важно, что у него есть специальное название. По-английски, это слово из пяти букв. По-русски угловой коэффициент, или иногда говорят коэффициент наклона. Пожалуйста, запишите. На самом деле, английский термин тоже советую сразу запомнить. Итак, slope по-английски угловой коэффициент по-русски. Теперь коэффициент наклонный. Это отношение ординаты вектора к его абсциссии. На самом деле, это настолько естественная штука. Значит, итак, это у, определенная на из. Давайте фиксируем. Какой угловой коэффициент у вектора АВ? В две седьмых. Какой угловой коэффициент у вектора СД? Минус 7 вторых. Какое правило? Какое правило перехода от вектора в перпендикулярный? Надо, во-первых, поставить знак минус. Если был минус, надо убрать. Если был плюс, поставить знак минус. И поменять местами числитель со знаменателем.